Анастасия Грущенко, психолог, эфирные масла полезны для здоровья. Полезны для здоровья. А есть не полезны? Есть не полезны. Я немного расскажу. Постараюсь быть полезной. Как альтернативная медицина, скажем так, рассмотрим это все. Твоя тема. Значит так. Эфирные масла я, от того, что я волнуюсь, буду читать. Вы нам улыбаетесь. Ладно. Но я про свой опыт расскажу, как я вообще к этому пришла. Вообще эфирные масла это, как нам известно, натуральные ароматические соединения. Они содержатся в семенах, в корнях, в коре, в цветках и других частях растения. То есть это все про натуральное. Если вы гуляли по лавандовому полю, если вы слушали аромат роз, вот такое все вам доводилось видеть и слышать, то вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Значит, для чего они нужны и почему я на это обратила свое внимание. А точнее, мое обоняние на это обратила внимание. Потому что с этим можно работать. Это очень полезно для тела, для эмоций и для психики. То есть на протяжении истории эти эфирные масла используются и во многих других культурах, благодаря их оздоровляющим свойствам. И современные тенденции холистического подхода к личному здоровью, на которые я очень обращаю внимание и больше за него, и растущее количество научных доказательств в пользу альтернативных оздоровительных практик, ведут к тому, что заново открываются серьезные целебные преимущества эфирных масел. Эти масла, да, их большое-большое количество. И на самом деле я только не очень давно поняла их эффект и на себе прочувствовала. Потому что здесь, например, сказано о трех применениях. Существует три применения эфирных масел. Ингаляционный, когда мы вдыхаем, наружный, это наносится на кожу. И внутренний прием, то есть натуральные чистые эфирные масла, они оттого и чистые, что их можно даже применять. Естественно, с большой осторожностью надо понимать, как это делать. То есть вот в одном пузырьке, да, например, покажу. Очень большая концентрация. То есть там по одной капельке, на литр и прочее, и прочее. Я хочу просто поделиться, почему этим, этой темой, потому что мне это помогало. И, возможно, вам тоже окажется это полезной. Мне, как взрослой, и на ребенке, на своем тоже я это все пробую, и мне нравится. Значит, однажды я сидела на мастер-классе, пришла девушка с подобным диффузором, очень ненавязчиво сказала, девчонки, а попробуйте, пожалуйста, вот в некоторых пузырьках какие-то ароматы. Я даже, честно сказать, не читала. Я прям доверилась вот этому внутреннему и своему обонянию. И в какой-то момент я поняла, что вот это мне очень нравится, ну вот прям нравится, а вот это, ну прям очень не нравится. То есть у нее было большое количество, но мне два понравилось, и она сказала, а давай я тебе это дам, и ты просто с этим побудь дома еще, когда все, будет другое настроение, побудь и посмотри, что с тобой будет. И также у меня была брошюрка, потому что умные люди, как говорится, уже проработали это все, есть специальная технология, да, есть их очень много. И я раньше, например, тоже использовала их там, как мы, кто-то любит ванную, кто-то любит куда-то капнуть, но я не получала никакого удовольствия, у меня вот здесь отклика не было. Но именно вот с этими, да, как-то у меня пошел отклик, какая-то у меня пошла реакция. Даже отрицательно, но я на это обратила внимание. И, значит, со мной происходили такие потом интересные наблюдения. Значит, где-то у меня повысилось настроение, где-то я успокоилась, где-то я стала активнее, где-то эмоциональное состояние, да, просто поменялось. Я думаю, с чем это может быть связано? Ага, возможно, это действительно, ну, то есть, не обманывают, да, как-то эти растения и их свойства как-то действительно влияют на нашу психику. И вот в этой брошюрке действительно оказалось, ну, мы все знаем, ромашку, да, но кто заваривает, тот уже знает этот эффект. Вот, например, они создали эту ромашку, и я думаю, дай-ка я сравню. Я как будто сначала, зная наши все продукции, я думала, то, может, это опять очередной развод, да, что это все на самом деле ерунда. Но когда я понимала, что это работает, что меня успокаивает, или вместо грусти, да, я начинаю там радоваться, я подумала, обращу на это свое внимание. Поэтому, поэтому я хочу вам сейчас продемонстрировать то, что... Загадайте, пожалуйста, то, что вы сейчас хотите. Ну, например, успокоиться. Или, ну, у вас сейчас какая-то грусть, ну, там, порадоваться. Или еще что-то. А я вам сейчас отпущу, да, вот эту аптечку, и просто получится какой-то аромат... Вот вы даже не читайте, сначала пусть нос ваш попробует. Попробуйте то, что вам отзовется, что понравится. Вот я сама просто через это прошла. Я потом только читала, сначала мой нос пробовал, а потом я прочитала, о чем это растение, о чем это масло, что в состав входит. И вы знаете, я правда была поражена. Я как будто раз, несколько раз, и на протяжении двух месяцев, потом еще двух месяцев, я пробовала новые пробники этого, разных ароматов, и я убеждалась, опа, а тут правда так. У меня был период, давайте опущу пока. У меня был период, когда я просыпалась, и мне зачем-то нужно было пробовать аромат бергамота, чистый. Я просыпалась, просто вот так вот пробовала, вдыхала, еще открывалось окно, свежий воздух, и только потом я поняла, что мой день может начинаться как нужно. А потом я это пробовала неделю, не читала ничего, просто вот из всех ароматов выбирала, понимала, да, оно. А потом я читаю, что оказывается, это про тревожность, что это настройка на нужный лад, что это там не про грусть, не про радость, не про что-то. Я действительно понимала, что это действительно, в моей сейчас текущей обстановке, я очень сильно тревожилась. И это все мне помогало, ну, как-то ее снизить, как-то успокоиться, да, благодаря аромату. Я все равно не верила, я потом еще пробовала, ходила на другие, умных людей слушала, читала. И везде я натыкалась на то, что их очень много различных производителей, но почему раньше я, например, не откликалась? Видимо, потому что была чистота не та. Вот в этих здесь мне нравится, и с этим можно работать. Особенно, кому вот это будет отзываться, ну, вот внутри, да, здесь, кто-то скажет, нет, вот у меня, например, есть знакомая, которая говорит, мне ничего не нравится. Пожалуйста, убери, мне ни один аромат не нравится. Ну, я как психолог тоже начинаю спрашивать, а что с тобой? Почему тебе ничего не нравится? Это ведь тоже про какие-то эмоции. Там очень много про эмоции. А кто-то скажет, вот это мне очень нравится, а вот это нет. И мы тоже работаем, читаем, о чем этот аромат. Какой-то аромат, например, если он очень нравится, это даже еще важнее обратить внимание, о чем он. Про что он? Про мужское, про женское, про взрослость, про детскость, про настоящее, про прошлое или про будущее. Какие страхи поднимаются, вообще какие мысли возникают. И я сейчас, например, применяю это дома. Вот, например, мы с дочкой, если неважно себя чувствуем, там есть такой аромат бриз. Он в составе несколько масел имеет. Я сначала не верю, думаю, ну, включу, попробую, получится, но с пробить или не получится. Ну, вы знаете, ну, правда, получилось. Поэтому там где-то здесь промажешь, где-то за ушками. И я думаю, ну, раз работает, ладно, доверюсь, подпробую в следующий раз в какой-нибудь непредвиденной обстановке. Но что меня поразило, например, у ребенка была спортивная тренировка, мама, болят ноги, пожалуйста, что-то сделай, прямо лежать тяжело. И прочее, и прочее. Я говорю, ну, давай поэкспериментируем. Вроде бы они не такие вредные, а вроде бы, как я уже доверилась их натуральности. Ну, я тоже поразилась, что это все может помочь. Но, естественно, это все в разведении с натуральными маслами, с натуральным, ну, вот таким вот маслом. Поэтому, если у вас есть там желание, вы можете себе на запястье, потом просто оставьте, попробуйте. Ну, собственно, я про то завершаю, что с этим можно работать, но очень важно не читать ничего, вот в первую очередь, если вам, да, что-то довериться, вот это, наверное, даже продолжение Лизинова озвучивания, довериться вот этому. Потому что я в какой-то момент, да, я думаю, я не верю, это все рекламные акции, нет. Но когда я подумала, да действительно, мне то не нравилось, потому что это аптечные варианты были, там много химии. Я теперь даже туалетную воду, которая вот в магазинах, в масс-маркетах, я не могу ими пользоваться, потому что я чувствую, не понимаю, я не химик, я не физик, но я понимаю, что там что-то есть такое, что нечистое. А здесь мне как-то очень достаточно это все близко. Вот. Вопрос можно? А вот этот аромат у вас пропускается, это какой? Я так чувствую гвоздику, если честно. Вот, да, мы сейчас посмотрим. Это дикий апельсин, гвоздика, корица, масло эвкалипта и розмарина. Это смесь о том, что очищающая. И поэтому мы сейчас ее выключим, мало ли, например, но опять же, заметьте, как вам. Прочь паразитов всех. Ну, это правда, да, Елизавета. Ну, вот я вот понюхала ваши ароматы, тоже впервые не читала, а потом тут, что мне понравилось, последний аромат, и салаванта. Это о чем говоришь? Ну, это мы с вами потом. Если что, можем посмотреть, да, или я вам дам ссылочки, где это все почитать. Потому что там можно много говорить, но это действительно интересно. Просто это можно использовать как работу с чем-то, или как ресурс. Мне нравится, и я буду с этим. Мне тоже будет интересно, я бритмахер, и у меня есть вот тоже такие аромамасла, и что-то применять. Вот я про это. Я тоже за натуральность. У меня, например, я покупаю безароматизированный дезодорант для тела, да. Почему только жидкий? Потому что я туда могу капнуть то, что мне нравится, и так же у меня вот у дочери в какой-то период времени волосы не очень расчесывались. Я создала свой. Он и полезный, и приятный. И я понимаю, что он действительно помогает. Вот поэтому это про пользу как-то так. Как это еще влияет на нашу тонкую энергетику, когда там почули виды вот эти? Да. Там очень много есть всего про деньги, кому всем интересно, про любовь, там тоже можно это все посмотреть, да. Но я немножко, да, я потихоньку, я дозировала. Вам колдовать надо вообще. Мне кажется, у вас там такой потуншал, что... А вы не колдовали, нет? Вот слеза на учту. Жизнь, это колдация. О, спасибо. Жизнь, это магия. А вот еще масло, это макадамия, но оно для тела, оно как-то особо не пахнет, но масла именно уже... Вот, вот это я вам потом увидим. Кстати, это чистые, да? Или они тоже в смеси? Нет, это смеси, они чистые. Смеси называются когда-нибудь с фракционированным маслом, которое может... Чистые масла могут дать реакцию на кожу. Да, да. Поэтому жгучие. Да, а вот это... Да, а вот это... Мы из этих масел можем сами что-то создавать? У нас есть, на какой-то основной. Так, Лизонька хочет дополнить. Да, спасибо. Я хотела просто добавить, да, вот с точки зрения психологии. Не уходи. И на здоровье это так же. Так, тихо, 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 тихо. То есть у нас с вами, да, вот здесь есть зона такая, называется зона Буанье, да, здесь находится около 20 миллионов рецепторов. И каким образом они, с какими, так скажем, да, базовыми настройками данными, генетически у всех разная предрасположенность. В то же время на распознавание тех или иных запахов. Вот Юля тут, например, учуяла гвоздику, да. Я просто для себя, вот у нас несколько же человек, я учуяла корицу. Ну, то есть я гвоздику тоже чувствую. Вот эта вот иерархия, да, то есть какой запах первый, второй, третий, это как шлейф мы называем, да, в духах. И вот эта вот зона с рецепторами, она у каждого со своими задатками. Человек рождается с определенными задатками. И из последнего, что открыли, согласно вот ароматерапии и запахам, да, два американца примерно в 2017 году сделали такое открытие. Они сравнили механизм передачи запахов как процесс дегидродации в химии. Ну, отщепление, да, молекул водорода. Нам до этого момента, то есть обоняние, обонятельный такой наш рецептор, он самый менее изученный, ну, в человеке. Вот. И после этого открытия стало вопросов еще больше, чем было. То есть что с этим делать, да, как этим владеть. Вот. И с точки зрения психологии, да, как и когнитивных функций, потеря обоняния ведет к дебилизации человека. То есть он уже психически становится неполноценным. Это тоже очень важный такой фактор. И как вот эти вот запахи, которые нам навязывали. Вообще существование человека в пространстве, человек же не лежит, но он все время активен, он все время чем-то занят. И вот эта его активность в пространстве, она всегда сопровождается запахами. То есть какой запах ты источаешь, зависит от твоих текущих данных, да, от твоей нервной системы. Боишься ли ты? Или запах лжи, запах любви, запах страха. То есть опять-таки вот от этой зоны буанье с нашими рецепторами зависит, кто какой запах чувствует. Кто-то чувствует этот запах. У собак он более развит. Вот, чем собаки, вернее, у нас выделяется вот секреция именно вот здесь вот в ладошках, да. То есть если ты там в двух пар перчатках идешь на улице, то тебя с меньшей вероятностью собака там побежит и укусит. Если ты идешь без перчаток, да, именно вот здесь вот выделяется у нас вот этот запах страха, да. Тоже в теле эти запахи, они в определенных местах выделяются. Вот на него как бы она бежит и может укусить. И вообще в основе телепатии и сновидения, да, там, как Александр Иванович упомянул, лежит обоняние, как это ни странно, но это является вот именно основой таких вот божественных человеческих свойств. А про половые феромоны в следующий раз будет, надо сказать, да? Подумай. Я просто хочу последнее, что дополнить. А я дополню, вот правда, почему еще это полезно, например, тоже на собственном быте, о том, что оно разрабатывается. И я, например, стала намного больше чувствовать ароматов, нежели раньше. Вот, например, мы сейчас говорили, кто-то корицу, да, а кто-то... Гвоздик. Гвоздик. А я, когда, например, уже куда-то действительно что-то нутроинт, гвоздик и корица, кардамон, и потом оказывается, ну, о, но такого точно раньше не было. Может быть, конечно, это связано еще с уровнем сознания, духовного роста, понятно. Но я думаю, что это тоже про вот это, что мозг у нас... Да, и последний момент дополню про вот свой доклад, как вот эти паразиты, да, порабощают наше сознание, в том числе манипулируя тоже вот этими ароматами, нашей, там, любовью, да, как говорится, к разным запахам. Потому что человек, он должен, ну, как бы вообще, он близок к природе, и он нюхает вот все вот эти ароматы, которые его окружают. А учитывая, что мы заперты в четырех стенах, нам их не хватает, и мы брызгаем себя парфюмом, духами. Но опять-таки, если мы возьмем запах ванили, вот той ванили, как приправы, да, которая горькая, она в нервных импульсах, значит, провоцирует голод, обжорство. То есть нам хочется есть. Но что делает система? Система, которая нас порабощает, она этот запах берет и заливает вот этим всем, как говорится, разными маслами, да, вытяжками, и делает нам из этого парфюм. И вот, как говорит Ольга, программа наша сбита. То есть нашу программу сбивают вот простыми духами, запахом ванили. Это очень плохо. Я хочу спросить, это очень плохо. А где такая кочегарка? Кочегарка. Да вообще где угодно, но смотря какого качества. Поэтому... Если качество, то потрясающе. Этим пользую я... А у вас сейчас такие машинки? Нет, бывают большие. Мне нравится это тем, что это взял в одну комнату, переставил на кухню, взял с собой... Аккумулятор? Да. А она от этих батарейки? Нет. От шнура. Ну а где в магазине? Ну я покупала вот эту, я просто пользуюсь вот этим производителем. Они как масла, так и вот это производят. И я уже до терра. Через залежный? Через залежный? Нет, я... Ну хорошо, я понял вам вопрос. На сайте я вам потом могу сказать. У нас много маркетплейсов, которые нам наша матрица подкидывает, можно заказывать. Вообще это обычные испарители, просто те, которые принимают эфирные масла. Не все такие механизмы допускают масла. Это типа ингалятор, да? Да. Там заливается вода туда. Поэтому вот с духами нужно быть очень осторожным. Там было написано, что допускается масло. Но если там литр, то эта капля тоже ничего, я думаю, не будет. В общем, будем, как говорится, чуть сильнее, как говорится. В общем. А что вы рекомендуете, вы опыты, допустим, самый такой аромат, который... Сколько там времени, Александр Владимирович? Тоже 6 часов. Нет, минут уже. А это 20? Индивидуально, что ли? 20, точно. А хорошо. Ну это моё. Вот допустим, энергию пробуждения. Вот что это у вас будет? Апельсин. Цитрусовые, да. Опять же, вот, например, есть доказательная история о том, что мята кого-то она успокаивает, а кого-то будоражит. Особенно кошек. Если ты кошка, ты что-то не любишься. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.